Современные дети не покупают игрушки, а печатают их. Вот, например, этот пингвин, дракон или лев изготовлены не на заводе, а распечатаны на 3D-принтере. Дальше, инвертируй, следующий режим включи. Это здесь. Да, 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 да. Вот. Нажми на красную стрелочку. Хорошо, окей. Но прежде чем начать печатать, наставник с учениками на компьютере создают с нуля модель будущей игрушки. На этот раз решили напечатать робота. Прежде чем работать с 3D-принтером, мы изучаем именно само 3D-моделирование. А это настоящие инженерные чертежи, это полностью трехмерная графика. Теория изучена, игрушка смоделирована. Можно приступать к практике. Основам печати. Вау, все думают, что это крутая штука. На самом деле, здесь ничего крутого. Обычная машина, которая просто работает за счет двигателей одного нагревательного элемента. А как он работает? Здесь есть экструдер, который двигается по определенной плоскости и выдавливает пластик. 3,5 часа и 17 граммов пластика. Столько потребовалось, чтобы напечатать игрушку. Кстати, с подвижными руками и ногами. Детали сами автоматически двигаются. И все это можно придумать так, чтобы все за раз напечаталось. Такие станки даже сегодня кажутся фантастикой. Но совсем скоро из научных лабораторий новые технологии шагнут в каждый дом, уверен педагог Александр Трубчанинов. 3D-принтер станет такой же бытовой техникой, как, например, микроволновка. Работать на оборудовании будущего школьников и студентов учат в Центре молодежного инновационного творчества. Бесплатно. Дорогостоящую цифровую технику Центр закупил за счет субсидий от Краевого министерства экономики. Это компьютеры и 4 принтера для печати из пластика. С помощью принтеров школьники, студенты или начинающие бизнесмены могут генерировать новые идеи и реализовывать технические проекты. В основном, конечно, наша аудитория – это школьники. Это школьники старших классов. И сейчас ребята уже понимают о том, что проектная деятельность – это то, в принципе, чем им предстоит заниматься при поступлении в университет. И мы настраиваем ребят на то, чтобы они уже со школьной скамьи придумали свой какой-то проект, может быть, даже стартап или даже какой-то бизнес. После обучения в таком Центре школьникам будет легче поступить в технический вуз. Здесь проводят индивидуальные занятия по физике и математике, изучают углубленно. А те, кто хочет связать свою жизнь с дизайном, например, среды, одежду или архитектуры, учатся в Центре на курсах компьютерной графики. Для того, чтобы они понимали, что именно они делают, как работать со светотенью, как правильно собрать калаш, так, чтобы он смотрелся естественно, один раз в неделю мы занимаемся академическим рисунком. То есть мы стараемся дать им базу, которая позволит им в дальнейшем освоить творческие профессии, которые сейчас востребованы. Сегодня подобные центры есть сразу в нескольких городах края, например, в Краснодаре, Новороссийске и Горячем Ключе. А вообще проект работает по всей стране в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Сегодня в России уже 150 таких центров. И, кстати, Сочинский, несмотря на то, что был открыт всего год назад, уже входит в десятку лучших.